Один из владельцев западных, очень известных казино, рассказывал мне в списке людей, кого его казино опасается. Он говорит, конечно, мы очень боимся шахматистов, потому что они в состоянии запоминать карты, и вообще у них очень развито интеллектуальное мышление. Я знаю, что вы и в картах сильны. В картах я силен, конечно, но знаете, вот в казино я не люблю играть, я не знаю почему. Наверное, атмосфера как-то не по душе мне. А в какие игры в карты вы играете? Я практически во все играю. И в дурака? И во все неплохо. И в дурака? И в дурака, это очень умная игра. Это правда, что однажды вы играли с Жириновским, и он начал мухлевать? Да, я поймал его, но это было не так сложно, наверное. Что он делал? Ну так, ну он в рукава там по тузу заложил, на всякий случай. А как вы его поймали? Как я его поймал? Ну как-то, вы знаете, во-первых, для меня загадкой осталось одно. Когда мы садились играть, Жириновский, он знал, что он будет со мной играть, он принес карты, и он мне предложил выбрать колоду. Он несколько колод принес? Да, я выбрал, запечатанные колоды были. Я не знаю, все колоды были такие заложенные, или не все, но я выбрал колоду карт, вскрываю, там не фабричная упаковка, а колода запечатана. Это сразу навело меня на какие-то размышления, хотя я еще не думал, что Владимир Владимирович будет жульничать. Но все-таки это повысило мою бдительность. И поэтому, ну я ему сказал, я говорю, что-то странно, как-то колода не по фабричному уложена, что это значит? Он говорит, да, нет, все нормально. Ну а потом, когда он одного из тузов стал из рукава доставать, хотя делал это ловко, я его, естественно, отловил. И что он сказал в свое оправдание? Он сказал, ну так на то и игра дурак, если не увидел, значит дурак, а увидел умный.